Запись пошла? Ребята, всем привет! Мы познакомились с замечательными ребятами Лилией Михаилом, Карьера онлайн. Привет вам! Меня зовут Юлия Ефнидер, старший бриллиантовый директор в городе Барнаул. Что хотелось вам, друзья, сказать. Каждый из вас имеет потенциал сделать здесь звание как минимум бриллиантовый директор и выше. Я думаю, что каждый, кто пришел в этот бизнес, имеет такие планы. Явно вы сюда пришли не с целью заработать 20 тысяч рублей и ни в чем себе не отказывать. Вы сюда пришли за доходом 100, 200, 300 и намного больше. Да, да, да. Чтобы это сделать быстро, не через 300 лет, не в каком-то 2030 холодной осенью, а желательно через год, через два, максимум через 3-5 лет, что нужно сделать? Какие я вижу секреты роста тех людей, у которых это получается быстро? Во-первых, нужно поработать над своими целями, над своей жизненной планкой. Потому что если твоя планка – это маленькая квартира, любовь к экономии, во всем себя ограничивать, лишь бы не искать новые возможности, вряд ли получится сделать бриллиантов. Люди с потенциалом бриллиантового директора, как правило, ненавидят рамки, границы. Для них вот везде тесно, да, потолок. Поэтому они на работе долго не работают. Они либо каждые 5 лет меняют место работы, либо они уходят в предприниматели и в конце концов приходят в «Эрифлейм». Потому что это как раз та атмосфера, когда та атмосфера, та почва, которая взращивает лидеров, которая идеальна для раскрытия твоего потенциала. Просто вот крыльями взмахиваешь и чувствуешь такую свободу, ощущение полёта, что тебе всё по плечу, да, и весь твой творческий внутренний потенциал наконец-таки реализовывается. Наконец-таки есть такое место, ты его нашёл, где можно, и тебя не бьют по рукам, не возводят в какие-то рамки, да, не критикуют, не ругают, а наоборот, да, хвалят за твою инициативность, за твой рост и за твои идеи. Вот, когда ты знаешь, зачем, как ты потратишь свои 150 тысяч рублей, ты меньше, ну просто тебе тесно меньше, ты точно будешь быстро бриллиантом, да. Поэтому первое, к чему нужно стремиться, это вот этой планки, толкать себя, вот эту планку свою, вот вверх, вверх и вверх, да. Понимать, зачем тебе это нужно, намного важнее, чем знать, как это сделать. Ещё раз, да, понимать, зачем это нужно, намного важнее, чем знать, как это сделать. Как это не вопрос? Есть в книгах, в пособиях, есть в монстре, есть в записи вебинарах, все в открытом доступе. Что нужно сделать, как рекрутировать, как проводить встречи и так далее. Намного важнее зачем. На 80-90% ваш успех будет зависеть от ответа на вопрос, зачем вам это надо. И всего лишь на 10% ответа на вопрос, как это сделать. Второй момент, это инвестировать время в своей жизни только в тех людей, которые начинают быстро в этом бизнесе, которые стартуют здесь и сейчас. Какая бы ни была прекрасная девочка, пришедшая к нам в бизнес, три высших образования, вся такая красотка, и все она умеет. Но если она не хочет сегодня делать те действия, о которых мы ведем речь, мы оставляем ее. Мы не говорим, конечно же, мы, как Джон Каллендж писал в своей книге, не сжигаем мосты, но я понимаю, это не тот человек, который сейчас будет моим ключевым партнером. Пусть это будет моя 12-я директорская группа, еще там 13-я. Я с ней продолжаю общаться, подогревать отношения, но фокус, фокус у меня будут только те люди, которые делают здесь и сейчас. Это очень важно, потому что очень часто мы спотыкались на том, что инвестировали время в людей, которые говорили вроде как, ну, на 50% были с нами. Ты с ними 3 месяца работаешь, ты их выводишь на уровень, 12-15, на собственной харизме все делаешь. А потом наступает лето, и они говорят, а я на 3 месяца уезжаю к маме в деревню. Ну, зашибись, да, то есть их не волнуют мои планы, да, ребят, этих людей почему-то им по барабану, что у меня есть планы, цели жизненные, там, на ребенка, на квалификации, им не важно, почему я должна, да, тогда время тратить на тех людей, которые, ну, не совсем готовы сегодня. То есть это бизнес, ребят, поэтому очень четко надо разграничивать, хорошие люди есть, а есть эффективные бизнес-партнеры. Вот с хорошими людьми вы можете общаться в свое свободное время, дружить, печать, а с эффективными бизнес-партнерами вам нужно их объединить в свою ключевую команду и иметь их в фокусе, и именно с ними строить бизнес-отношения. Вот, ну, наверное, вот это два самых важных момента, которые я сейчас вспомнила и с которыми с удовольствием с вами делюсь. Спасибо огромное. Приветствую на Ула, увидимся на золотых и бриллиантовых конференциях. Супер, спасибо большое, Юлечка, успехов.